МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на 24КЗ в студии Патагоса Аркулова. Здравствуйте. Казахстанцы стали чаще оформлять ипотеку. За год сектор жилищного кредитования вырос на 13%. На ипотеке приходится 5,5 трлн тенге от общего портфеля банков. Такие данные приводит Финпром КЗ. По подсчетам аналитиков, наибольший рост приходится на юг страны. Так, жители Туркестанской области взяли на жилье больше 50 млрд тенге. Порядка 80% займов оформили за последний год. Жители Шимкента свыше 300 млрд тенге, рост на 16%. Алматинцы оформили ипотек почти на 1,5 трлн тенге. Там этот показатель увеличился более чем на 14%. В топ-5 регионов по годовому приросту также вошли Карагандинская и Западно-Казахстанская области. До конца следующего года больше 200 семей получат квартиры в Айаговском районе области Абай. Это многодетные, сотрудники бюджетных организаций, дети-сироты и те, чьи дома признали аварийными. Всего в очереди по району полторы тысячи человек. Чтобы обеспечить их квадратными метрами, в регионе строят многоэтажные и индивидуальные дома. Наш корреспондент Ася Мутешева узнала, на каком этапе стройка. Обеспечить жильем каждую семью, намеренный в Айаговском районе, решают жилищную проблему с помощью господдержки. К примеру, 4 года назад в регионе запустили региональную программу «Одноэтажный восток». Так жительница города Айаговс Балжан Онда Сынова получила квартиру в новом доме. Теперь, говорит женщина, ей больше не приходится ютиться с двумя детьми в тесных комнатах. Мы заехали в квартиру сразу, как нам ее выдали. Раньше жили у мамы, было тесно, а эта квартира очень просторная, нам нравится. Сейчас в районном центре завершают строительство двух многоквартирных домов. К примеру, в этом пятиэтажном доме начались внутренние отделочные работы. Мастер участка Ермек Ахметов говорит, что процесс идет без задержек, и все строительные материалы доставляют вовремя. Четвертую позицию в данное время, сейчас в конце сентября, должны сдать. Работы ведутся по графику. Двухкомнатные 57 квадратов, однокомнатные 36,6 и трехкомнатные 76 квадратов. У нас очень активно ведется строительство жилья в районе. В прошлом году только было построено два пятиэтажных жилых дома по проспекту Хабам-Вайбатеры в этом году. В этом направлении строительная работа продолжается. Также идет строительство двух жилых домов, двухподъездных. У нас еще в районе строится 44 двухквартирных домов. Эти дома будут розданы нашим очередникам. Почти ежемесячно этот список увеличивается на 30 человек, отмечают в Акимате. Чаще всего это многодетные семьи, которые квартиры получают уже в течение двух лет. Всего же в области Абай в очереди на жилье состоят больше 20 тысяч человек. Асим Утешева, Медитумирханов, 24КЗ, область Абай. За последние три года в стране путем прямого голосования выбрали 2500 сельских Акимов. В 23-м впервые избрали руководителей 45 округов. В большинстве случаев казахстанцы предпочли претендентов без опыта работы на госслужбе. Елизавета Шалина расскажет, какие изменения произошли в жизни некоторых сел Туркестанской области. В селе Кенистубе района Байдибек проживает около 2000 человек. В этом году по программе Аул Ельбисеге здесь начали асфальтировать дороги на четырех улицах, обустраивать тротуары. Устанавливают и уличное освещение. Такие работы не проводились несколько десятилетий, говорит житель села Умерзак Рызбеков. В 40 лет наши улицы не асфальтировали. Приходилось ходить и ездить по ухабистым пыльным дорогам. Теперь будет асфальт, освещение. Дома подключают к газу. Условия жизни сельчан улучшают. Это радует. Вторым вопросом на повестке дня многих сел стоит газификация. К примеру, на проведение газопровода в одном из отдаленных населенных пунктов района селя Кенец из республиканского бюджета выделено 356 миллионов тенге. Планируется, что сельчане смогут пользоваться голубым топливом уже в следующем году. Появление газа значительно облегчит их быт, считает один из жителей Коктерекского сельского округа Макулбек Айткулбеков. Наш район находится в отдаленной труднодоступной местности. Это и было главной причиной отсутствия здесь газопровода. Дома отапливаем печками, что доставляет неудобства. Хорошо, что этот важный для нас вопрос решен. В этом году газу подключим 7 из 15 населенных пунктов района. Финансирование работ по газификации оставшихся 8 сел предусмотрено в следующем году. Планируется, что к 2027 году мы полностью обеспечим газом 46 сел. Жители района активно участвуют в госпрограмме «Аул Аманаты». Полученные льготные кредиты в основном направляют на увеличение поголовья скота. По словам Акима района, Ерлана Нурмаханова, сельчане обеспеченной работой поэтапно улучшают инфраструктуру. Есть проблемы с дорогами, с обеспечением населения водой. Также требуется заменить линии электропередач, которые были построены еще в прошлом веке. Осложняется все и расположением сел в горной местности. Решение этих вопросов имеет очень важное значение для района Байдибек. В Туркестанской области за последние три года избраны 4 района Хакима и 161 сельских. До конца года пройдут выборы еще 11 акимов сел. Педагогические вузы Казахстана начали сотрудничать с университетами Финляндии. Совместно с зарубежными специалистами разработали новую образовательную программу. Ориентируясь на нее, в АТРА уже ввели более строгие требования к будущим педагогам. Один из критериев – те, кто планирует связать свою жизнь с благородной профессией, должны набирать выше 70 баллов, не меньше. О чем еще важно знать абитуриентам следующего года, расскажет Наталья Волкова. Педагогический вуз в АТРАО ежегодно выпускает около тысячи специалистов. Требования для поступления в университет ужесточили, вырос размер стипендий. И теперь, по словам профессора Караса Казеева, увеличилось количество желающих получить профессию учителя. За последние пять лет число абитуриентов, поступающих на педагогические специальности, выросло. Из требований набрать выше 75 баллов, пройти дополнительные вступительные экзамены и собеседования. У нас на учителей учатся и студенты со знаком Алтынбельгы. Асимай Хайбула всегда была примером для сверстников. Сначала в школе, потом в университете. Девушка окончила магистратуру в Алматы и сейчас работает в одной из лучших школ города. Молодой учитель казахского языка и литературы отмечает, что статус учителя значительно вырос, а для трудоустройства по этой профессии необходимы особые знания и квалификация. Теперь не каждый человек может стать педагогом. В моем университете абитуриентов с результатом ниже 100 баллов не принимали. Если раньше педагоги занимали низкие позиции в обществе, то сейчас они поднимаются на самый высокий уровень. Для повышения качества образования была разработана новая образовательная программа. По словам проректора Атараусского университета Асхата Чукурова, сотрудничество с ведущими зарубежными вузами способствует подготовке квалифицированных специалистов. Финляндия – страна с одной из лучших систем среднего и высшего образования. Педагогические вузы Казахстана начали разрабатывать и принимать новые образовательные программы в сотрудничестве с университетами Финляндии. Методология, технологии преподавания – все отличается. В Атараусской области не хватает русскоязычных специалистов. Чтобы восполнить этот пробел, в университете открыли курсы переподготовки. Специалисты в своих областях, желающие стать педагогами, могут пройти шестимесячные курсы и устроиться на работу в школу. Наталья Волкова, Асланбек Шехыр, Айбек Байзаков, Атарау24КЗ. Продолжаем выпуск. Теперь о событиях в мире. В Израиле прошли митинги за освобождение заложников Хамаса. Акция собрала тысячи человек в разных городах, в том числе в столице. Главная демонстрация прошла в Тель-Авиве. Протестующие держали в руках израильские флаги и фотографии похищенных, требуя от властей пойти на сделку с движением ради освобождения людей. Напомню, с момента нападения Хамас на Израиль во власти боевиков, по различным данным, находятся по меньшей мере около ста заложников. Отмечу митинги с требованием освободить заложников в Израиле проходят практически ежедневно. Два человека погибли в Египте в результате столкновения двух пассажирских поездов. Еще 29 пострадали, сообщили в Министерстве здравоохранения страны. Авария произошла в городе Эк-Заказик в провинции Эш-Шаркия. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как толпы людей собираются вокруг искореженных обломков составов, пока идут спасательные работы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Причины аварии расследует специальная комиссия. Космический корабль Crew Dragon с участниками миссии Polaris Down на борту благополучно вернулись на Землю. Их капсула приводилась у побережья Флориды. Экипаж вернулся на Землю после пяти дней на орбите, выполнив миссию с коммерческим выходом в открытый космос. Таким образом, компания SpaceX осуществила первую в истории частную исследовательскую миссию, когда в открытый космос вышли непрофессиональные астронавты. В НАСА уже заявили, что это гигантский скачок вперед для отрасли. Оплатил экспедицию 41-летний американский миллиардер Джаред Айзекман, став первым в истории непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос. Спустя 30 лет Италия планирует вернуться к ядерной энергетике. За счет атомных электростанций в стране намерены снизить зависимость от ископаемого топлива, которое по большей части импортируется и восполнится растущий спрос на электроэнергию. Возобновляемые источники не до конца покрывают потребности итальянцев. Новые типы ядерных установок к 2050 году могут удовлетворить спрос на энергию до 11%. Правительство Италии планирует внести изменения в законодательство, которое позволит инвестировать в малые модульные реакторы. И еще о событиях в мире. К 2070 году население Греции может сократиться на четверть. Сейчас там проживают больше 10 миллионов человек. По данным Евроньюз, численность населения республики сокращается из-за спада рождаемости и массовой эмиграции. За последнее десятилетие ее покинули полмиллиона молодых греков. Причины безработицы и низкая оплата труда. В прошлом году правительство Греции создало первое в истории страны министерство, которое занимается решением демографической проблемы. Для семей с новорожденными вводят налоговые льготы и увеличивают пособия. А вот в Сибири, возможно, в ближайшем будущем станет популярным сельский туризм. Несмотря на суровые условия, там собираются выращивать черный трюфель. Ученые разработали методику, благодаря которой смогут создавать посадочный материал в лабораториях. О самых интересных деталях уникальной технологии расскажет наш корреспондент. За последние 200 лет ежегодный урожай черных трюфелей в мире сократился с 1000 тонн до 30. С такой скоростью через 50 лет они могут полностью выродиться. Сибирские ученые решили спасти деликатес. Однако столкнулись с проблемой. Для того, чтобы вырастить споры, необходимо 3-4 года. У трюфелей очень много симбионтов. И как раз-таки наличие этих симбионтов, оно не позволяет быстро, активно, просто выделять мицели так же, как это было в истории с шампиньоном. В природе спорам прорастать помогают кабаны. В лаборатории их решили заменить крысами и улитками. Поскольку у нас грибы размножаются спорами, а споры трюфелей находятся в защитных оболочках по несколько штук. И в природе достаточно проблематично они распространяются. Поэтому они у нас находятся в красной книге. И довольно редкие. Улиток мы кормим потому, что в их ЖКТ вот эти сумки разрушаются и споры выходят без оболочек наружу. То есть уже готовы к прорастанию и к дальнейшим исследованиям. По расчетам ученых в симбиозе с деревьями будут расти и занесенные в красную книгу грибы. Недавно этот проект получил федеральную поддержку, выйдя в финал онлайн-конкурса молодых ученых. Если эксперименты и дальше будут успешными, возможно скоро иркутские дачники на своих участках будут выращивать одни из самых редких и дорогих грибов на планете. Тамерлан Ким, 24 Киезет. В Зимбабве из-за дефицита продовольствия отстреляют 200 слонов. Такая ситуация стала следствием беспрецедентной засухи. Там даже объявили режим национального бедствия. Решение по отстрелу слонов власти в Зимбабве аргументировали тем, что их стало больше, чем необходимо. Нужно бороться с чрезмерным ростом популяции животных, подчеркнули в Министерстве окружающей среды. По данным Гардиан, на слонов будут охотиться в крупнейшем заповеднике страны. Их там в 4 раза больше, чем должно быть, 65 тысяч. По официальным данным, в Зимбабве обитает около 100 тысяч особей. Страна занимает второе место по популяции этих животных после Ботсваны. В последний раз отстрел проходил 26 лет назад. На Центральную и Восточную Европу обрушились сильные наводнения. В Румынии потоп привел к гибели четверых человек. Всего, по данным управления по чрезвычайным ситуациям, страны стихия затронула 8 округов. Сильнее всего пострадал город Галаац. Там повреждено около 5 тысяч домов. Свыше 25 тысяч остались без электричества. Вода разрушила все. У меня ничего не осталось. Все забито грязью. Мне негде спать. Сегодня ночью мы будем спать на улице, в машине. Нам больше некуда идти. Премьер-министр Польши объявил о первом человеке, который умер в результате сильного наводнения. Подчеркнув, что во многих местах ситуация драматическая и призвал придерживаться рекомендаций служб по эвакуации. Туск обратился с жителем с просьбой. Всего в Клодском уезде было эвакуировано 1600 человек. Это преимущественно локальной эвакуации. Люди переезжают в высшие части города. Мы ожидаем, что таких эвакуаций будет гораздо больше. От стихии также пострадала Чехия. Из зон подтопления там эвакуировали несколько тысяч человек. Четверо числятся без вести пропавшими. На юге страны без электричества остались более 450 жителей. Есть угроза, что в ближайшее время это же предстоит пережить жителям Австрии и Германии. Пыльная буря на юге, а в центральной части Казахстана гроза. Штормовое предупреждение объявил ГАЗ Гидромет в большинстве регионов. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в 11. В их числе Жамбылская, Мангостауская, Акцюбинская, Туркестанская, Хазлардинская. В двух последних, кроме этого, синоптики прогнозируют пыльную бурю. Порывы ветра там будут достигать 15-23 метров в секунду. К грозе нужно быть готовыми жителям Акмолинской области. И важная информация для жителей столицы. В Астане из-за демонтажа конструкции ЛРТ перекроют две улицы. С 6 утра до 8 вечера закроют Хусейн-Бенталала от проспекта Кабамбай-Батыра в сторону Мангелькель. Перекроют также улицу Жанадырия от Кабамбай-Батыра до микрорайона Пригородный. В Акимате просят горожан и гостей столицы заранее планировать свои маршруты. Курс валют. Доллар сегодня стоит 479 тенге 38 тен. Евро чуть больше 531 тенге 63 тена. По данным Национального банка, американская валюта в течение недели колебалась от 477 до 480 тенге. Наибольшее изменение произошло во вторник, когда доллар упал почти на 2 тенге. Выходные курсы валют остаются стабильными, отметили в Центробанке страны. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают отечественные танкисты. 15 сентября 1942 года на фронт из нашей страны отправили 46 танков Т-34 с надписью «Комсомольцы Казахстана». Деньги до строительства танковой колонны тогда собирали по всей республике. Сегодня казахстанские военнослужащие продолжают традиции своих дедов и прадедов. Чтобы уровень боевой подготовки всегда был на высоте, они каждый день тренируются на боевых машинах. Рауан Колубаев продолжит тему. Рев моторов и лязг гусениц для этих молодых ребят – дело привычное. В бригаде особого назначения танковый взвод отрабатывает навыки управления боевыми машинами. Высокого мастерства можно достичь только постоянными тренировками, говорит офицер танковой роты Мейрам Ибрагим. На таких занятиях мы постоянно повышаем уровень боевой подготовки, оттачиваем свои профессиональные навыки, отрабатываем взаимодействие экипажей в различных условиях. Каждое решение должно быть четким и эффективным. Сегодня танковые подразделения дислоцированы в различных регионах страны и находятся в постоянной боевой готовности. Командиру танка необходимо знать не только тактику боя, но и в целом владеть оперативным искусством. По словам сержанта Адильхана Дюсимбекова, все же главное здесь – это боевое братство. Лучше всех войск, как танкисты. Самый дружелюбный вид войск. Экипаж, он по-любому в бою должен взаимодействовать. Если он один будет, он никогда не справится. Они друг к другу должны помогать внутри экипажа, а внутри танка они втроем постоянно находятся. И получается, как один механизм, они как три винтика, и они как единый механизм должны друг другу взаимодействовать, чтобы выполнить поставленную боевую задачу. Каждый член экипажа сам выбрал свою судьбу, с детства мечтая стать танкистом. И таких ребят, кто хочет продолжить службу в рядах вооруженных сил, с каждым годом все больше и больше. Свой профессиональный праздник – День танкиста. Как обычно, военнослужащие встречают, находясь на боевом посту. Самое важное для танкистов – дисциплина и порядок. Каждый должен ответственно относиться к своим обязанностям. Тогда все будет складываться благополучно. Благополучно. Поздравляю всех с праздником. Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо. Всем казахстанским семьям счастья и благополучия. Сегодня казахстанские воины продолжают славные традиции танковых войск. Успешно осваивают военную науку. Профессионально выполняют поставленные учебно-боевые задачи. Раван Колыбаев, Канат Махмутов, 24 КИЗ. За несколько дней в Ахтубе в школу по национальным видам спорта записались 15 детей. Они выбрали Аударспак. По словам многих из них, интерес к конным видам спорта появился после пятых всемирных игр кочевников. Наталья Саркова узнала, по каким национальным видам спорта еще могут заниматься там дети. Сейчас областную специализированную детско-юношескую спортшколу посещает 590 детей. Здесь представлены семь видов спорта. Четыре из них конные. Кокпар, Жамбе, Ату, Тенгей, Лю, Аударспак. Количество подростков, проявляющих к ним интерес, растет, рассказывает методист спортивной школы Нурлыбек Ашимов. Конными видами спорта сейчас занимаются 175 детей. Порядка 50 из них выбрали Аударспак. 15 подростков записались недавно. Помимо этого, школьники посещают секции по Тогас-Хумалаху, Казах-Крюце и Асахату. Алдиаржол Магомбетова в школу по национальным видам спорта привела любовь к лошадям. Он решил попробовать себя в Аударспаке. Говорит, что внимательно следил за выступлениями казахстанских спортсменов на пятых всемирных играх кочевников. Особенно тех, кто представлял страну в Кокпаре и Аударспаке. Мне нравится спорт Аударспак. Это один из национальных спортов. Всегда надо быть смелым. Должна быть в первую очередь дисциплина, мотивация и отвага. Буду продолжать заниматься этим спортом. Хочу стать чемпионом. Сейчас набор подростков в специализированную детско-юношескую спортивную школу продолжается. Он продлится до 1 октября. Записаться сюда дети могут с 12 лет. Филиалы спортивного учреждения работают в шести районах области. Наталья Салькова, Булат Молдогалеев, Октюбе, 24 КИЗ. И еще о спорте. Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вместе с россиянкой Ириной Хромачевой пробились в финал престижного турнира в мексиканской Гвадалахаре. В полуфинале они обыграли испанку и украинку. Встреча продолжалась час и три минуты. Теперь казахстанская российская пара скрестит ракетки с россиянкой Камилой Рахимовой и Оксаной Калашниковой из Грузии. До конца следующего года больше 200 семей получат квартиры в Ягодском районе области Абай. Это многодетные сотрудники бюджетных организаций, дети-сироты и те, чьи дома признали аварийными. Всего в очереди по району полторы тысячи человек. Чтобы обеспечить их квадратными метрами, в регионе строят многоэтажные и индивидуальные дома. Наш корреспондент Асима Утешева продолжит тему. Обеспечить жильем каждую семью, намеренный в Ягодском районе, решают жилищную проблему с помощью господдержки. К примеру, четыре года назад в регионе запустили региональную программу «Одноэтажный Восток». Так жительница города Ягодс Болжан Онда Сынова получила квартиру в новом доме. Теперь, говорит женщина, ей больше не приходится ютиться с двумя детьми в тесных комнатах. Мы заехали в квартиру сразу, как нам ее выдали. Раньше жили у мамы, было тесно, а эта квартира очень просторная. Нам нравится. Сейчас в районном центре завершают строительство двух многоквартирных домов. К примеру, в этом пятиэтажном доме начались внутренние отделочные работы. Мастер участка Ермек Ахметов говорит, что процесс идет без задержек, и все строительные материалы доставляют вовремя. Четвертую позицию в данное время, сейчас в конце сентября, должны сдать. Работы ведутся по графику. Двухкомнатные 57 квадратов, однокомнатные 36,6 и трехкомнатные 76 квадратов. У нас очень активно ведется строительство жилья в районе. В прошлом году только было построено два пятиэтажных жилых дома по проспекту Хабам-Вай-Батеры. В этом году в этом направлении строительная работа продолжается. Также идет строительство двух жилых домов, двухподъездных. У нас еще в районе строится 44 двухквартирных домов. Эти дома будут розданы нашим очередникам. Почти ежемесячно этот список увеличивается на 30 человек, отмечают в Акимате. Чаще всего это многодетные семьи, которые квартиры получают уже в течение двух лет. Всего же в области Абай в очереди на жилье состоят больше 20 тысяч человек. А всем утешивая Медитумирханов, 24КЗ, область Абай. За последние три года в стране путем прямого голосования выбрали 2500 сельских Акимов. В 23-м впервые избрали руководителей 45 округов. В большинстве случаев казахстанцы предпочли претендентов без опыта работы на госслужбе. Елизавета Шальна расскажет, какие изменения произошли в жизни некоторых сел Туркестанской области. В селе Кенистубе района Байдибек проживает около 2000 человек. В этом году по программе Аул Ельбисигэ здесь начали асфальтировать дороги на четырех улицах, обустраивать тротуары, устанавливать и уличное освещение. Такие работы не проводились несколько десятилетий, говорит житель села Умерзак Рызбеков. «Сорок лет наши улицы не асфальтировали. Приходилось ходить и ездить по ухабистым пыльным дорогам. Теперь будет асфальт, освещение. Дома подключают к газу. Условия жизни сельчан улучшают. Это радует». Вторым вопросом на повестке дня многих сел стоит газификация. К примеру, на проведение газопровода в одном из отдаленных населенных пунктов района селя Кенец из республиканского бюджета выделено 356 миллионов тенге. Планируется, что сельчане смогут пользоваться голубым топливом уже в следующем году. Появление газа значительно облегчит их быт, считает один из жителей Коктерекского сельского округа Макулбек Айткулбеков. «Наш район находится в отдаленной труднодоступной местности. Это и было главной причиной отсутствия здесь газопровода. Дома отапливаем печками, что доставляет неудобства. Хорошо, что этот важный для нас вопрос решен». В этом году газу подключим 7 из 15 населенных пунктов района. Финансирование работ по газификации оставшихся 8 сел предусмотрено в следующем году. Планируется, что к 2027 году мы полностью обеспечим газом 46 сел. Жители района активно участвуют в госпрограмме «Аул Аманаты». Полученные льготные кредиты в основном направляют на увеличение поголовья скота. По словам Акима района Ерлана Нурмаханова, сельчаны обеспечены работой, поэтапно улучшают инфраструктуру сел. «Есть проблемы с дорогами, с обеспечением населения водой. Также требуется заменить линии электропередач, которые были построены еще в прошлом веке. Осложняется все и расположением сел в горной местности. Решение этих вопросов имеет очень важное значение для района Байдибек». В Туркестанской области за последние три года избраны 4 района Хакима и 161 сельских. До конца года пройдут выборы еще 11 акимов сел. Елизетта Шальна, Жан-Дожжу Мабек, Ербулат Абеш, 2А4КЗ, Туркестанская область. Педагогические вузы Казахстана начали сотрудничать с университетами Финляндии и совместно с зарубежными специалистами разработали новую образовательную программу. Ориентируясь на нее, в АТРАУ уже ввели более строгие требования к будущим педагогам. Один из критериев – те, кто планирует связать свою жизнь с благородной профессией, должны набирать выше 75 баллов, не меньше. О чем еще важно знать абитуриентам следующего года, расскажет Наталья Волкова. Педагогический вуз в АТРАУ ежегодно выпускает около 1000 специалистов. Требования для поступления в университет ужесточили. Вырос размер стипендий и теперь, по словам профессора Караса Казеева, увеличилось количество желающих получить профессию учителя. За последние пять лет число абитуриентов, поступающих на педагогические специальности, выросло. Из требований набрать выше 75 баллов, пройти дополнительные вступительные экзамены и собеседования. У нас на учителей учатся и студенты со знаком Алтынбельгю. Асимай Хайбула всегда была примером для сверстников. Сначала в школе, потом в университете. Девушка окончила магистратуру в Алматы и сейчас работает в одной из лучших школ города. Молодой учитель казахского языка и литературы отмечает, что статус учителя значительно вырос. А для трудоустройства по этой профессии необходимы особые знания и квалификация. Теперь не каждый человек может стать педагогом. В моем университете абитуриентов с результатом ниже 100 баллов не принимали. Если раньше педагоги занимали низкие позиции в обществе, то сейчас они поднимаются на самый высокий уровень. Для повышения качества образования была разработана новая образовательная программа. По словам проректора Атараусского университета Асхата Чукурова, сотрудничество с ведущими зарубежными вузами способствует подготовке квалифицированных специалистов. Финляндия – страна с одной из лучших систем среднего и высшего образования. Педагогические вузы Казахстана начали разрабатывать и принимать новые образовательные программы в сотрудничестве с университетами Финляндии. Методология, технологии, преподавание – все отличается. В Атараусской области не хватает русскоязычных специалистов. Чтобы восполнить этот пробел, в университете открыли курсы переподготовки. Специалисты в своих областях, желающие стать педагогами, могут пройти шестимесячные курсы и устроиться на работу в школу. Наталья Волкова, Асланбек Шехер, Айбек Байзаков, Атарау24КЗ. К этому часу у нас все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok